Дорожная схема города Внимание автомобилисты! В среду центр Калининграда перекроют Писатель, журналист, телеведущий и популярный автор современной России Захар Прилепин приедет в Калининград Сладко жить не запретишь! Калининградец украл конфеты и печенье на полмиллиона рублей Полетать вместе с воздушными гимнастами и стать ассистентом иллюзиониста теперь может любой калининградец В город приехал московский цирк На календаре вторник, 17 марта Здравствуйте! В эфире Первого городского служба новостей город в студии Вероника Сухачева и главной теме Мэрия за Калининград против Отмены автобусных маршруток возмущены не только пассажиры, но и сами водители Пока первые пишут письма президенту и ищут новые варианты передвижения Вторые вообще не знают, как и кого будут перевозить уже завтра Гороадминистрация по-прежнему не называет дату ликвидации маршруток Но в том, что это произойдет рано или поздно, сомнений нет В транспортной ситуации разбирался мой коллега Кирилл Попов Больница на Невского, отделение женской консультации на Фрунзе, школа и здание защиты прав потребителя Далеко не полный список важных объектов, через которые ходит маршрутка 77 Мой маршрут очень нужен, собственно говоря, 4 больницы на маршруте После 9-10 часов много инвалидов, пенсионеров по больницам ездят Леонид не первый год работает на этом маршруте Сложившейся ситуации ему больше всего жалко людей Ведь транспорт идет напрямую из Балт района на Московский проспект Рассказывает, что многие готовы ждать именно его На самих же водителей, как уверяет Отто, изменения не повлияют Меня ни с какой стороны это не коснется Я сяду на другой маршрут, буду ездить по другому маршруту Не знаю, что получится Может быть, маршрут лучше станет, но не знаю Надо попробовать В 15.00 от конечной остановки до Южного вокзала на этом маршруте доехало всего 3 человека И, как признаются пассажиры, днем народу действительно мало В данном случае решение властей выглядит логично Если ездит 3-4 человека, ну не может этот перевозчик возить 4 человека Мы же делали и сходили только из этого Что сгонять целый автобус, который перевозит 5 человек Это не выгодно никому, ни нам захламляет автобус дороги, ни перевозчику Однако утром и вечером с потоком пассажиров не справляются даже большие автобусы Особенно которые следуют в дальние районы С этой проблемой не понаслышке знакомы работники завода «Янтарь» Здесь же, к слову, находится и городская поликлиника 72-я маршрутка сюда больше не поедет Мы приезжаем в поликлинику Не важно, откуда мы едем, но мы пользуемся 72-й маршруткой Была бы дорога по небу, мы бы ездили по небу Потому что отсюда уехать невозможно Не по небу, так по дороге Не на крыльях, так пешком Актуальная для многих проблема некоторых калининградцев и вовсе не коснулась Константин Стрельцов уже несколько лет предпочитает передвигаться исключительно на своих двоих Скачал даже специальную программу в телефон, которая подсчитывает шаги В день получается не меньше 20 тысяч Я выхожу из дома пешком, я планирую свой маршрут и планирую время Как правило, я даже перехожу на минуты 15-20 раньше, чем я планирую От точки до точки у меня получается передвигаться гораздо быстрее пешком и дворами, чем ездить, стоять в пробках Это экономия времени, денег и своих нервов Но вот пожилым людям пройтись по всему городу весьма проблематично Поэтому так или иначе транспортом все равно придется пользоваться А вот каким – решать уже каждому Убрав 8 маршрутов, власти планируют разгрузить дорожное движение Но следует учитывать, что не все готовы отказаться от быстрой езды и пересесть в автобусы Поэтому, если раньше в пробке стояли несколько маршрутных такси, готовые перевозить 18 человек каждые То сейчас встанет такси обычное, что лишь увеличит пробку в несколько раз Кирилл Попов и Юрий Жуков, служба новостей, город И в продолжение дорожной темы Завтра, 18 марта, в городе пройдет митинг, посвященный годовщине присоединения Крыма в состав России Праздник начнется в 5 часов вечера на площади Победы Поэтому в центре Калининграда ограничат движение Так, с половины пятого вечера на три часа закроется движение И будет запрещена парковка на улице профессора Баранова от дома номер 10 до улицы Иванникова Кроме того, если ситуация на дорогах изменится, полиция может закрыть и другие улицы в районе митинга Власти города просят владельцев автотранспорта освободить территорию закрытия движения на время мероприятия В центре города появится новая бесплатная парковка А Балтийский флот занял позицию полной боевой готовности Подробнее об этих и других новостях смотрите далее короткой строкой Возле стадиона Балтика построят парковку Новая бесплатная автостоянка появится на пересечении улицы Гостиной и проспекта Мира Работы по обустройству планируют закончить через пару месяцев Сейчас проект проходит согласование Воинские части Балтийского флота приведены в высшую степень боевой готовности И приступили к выполнению мероприятий по выходу на полигоны Такая тренировка проводится по всей России под руководством министра обороны Сергея Шойгу Распоряжение отдал Владимир Путин для проверки боеготовности западного военного округа На улице Гагарина установят новый светофор Он появится в районе пересечения с улицы Краснодонской А вот с улицы Грекова в ближайшее время исчезнет знак «Парковка запрещена» Здесь посетители зоопарка смогут оставлять свои машины ИБДД призывает мотоциклистов, скутеристов и велосипедистов не ездить в позднее время суток Так как велика опасность аварийных ситуаций, которые влекут за собой серьезные травмы и гибель водителей Также госавтоинспекция напоминает об обязательной езде в шлеме и соблюдении скоростного режима В эту пятницу в Калининград приедет известный российский писатель и журналист Захар Прилепин Автор встретится со своими читателями в Центральной городской библиотеке имени Чехова Встречи пройдут в 14 и 19 часов Кот на мероприятие свободный И по традиции завершает наш выпуск прогноз погоды Уже завтра, 18 марта, ударная волна солнечной активности достигнет Земли Малая геомагнитная буря, по прогнозам синоптиков, продлится до полудня четверга Часовые погоды Калининграда и Литвы считают, что грядущая неделя будет не очень теплой В Литве, например, готовятся к снегу, который покроет Балтийское побережье А местные метеорологи предрекают довольно солнечные дни От 8 до 12 градусов со знаком плюс Однако ночью столбик термометра может опускаться до нуля Планировать пикник на выходные также рано Уже в субботу в Калининграде ожидается небольшой снег с дождем Днем воздух прогреется до 3 градусов, а ветер может усилиться до 14 метров в секунду Сразу после рекламы вы увидите Сладко жить не запретишь Калининградец украл конфеты, печенья на полмиллиона рублей Полетать вместе с воздушными гимнастами и стать ассистентом-иллюзиониста Теперь может любой калининградец В город приехал московский цирк Шиншилла по кличке Сабина и замечательный кот Что еще калининградцы обсуждали в социальных сетях Эти и другие новости смотрите во второй части нашего выпуска В эфире служба новостей город и мы продолжаем Калининградские врачи борются за жизнь 4-летнего ребенка Накануне маленькая девочка выпала с окна 6 этажа дома по улице Согласия Как стало известно полицейским, ребенок находился в квартире один Без присмотра взрослых Малышка упала на ограждение, а после на землю В настоящее время она находится в отделении реанимации с множественными повреждениями, сильным ушибом мозга и переломами Остальные криминальные новости смотрите далее в рубрике «Место происшествия» Вечером в понедельник на улице Островского загорелся дом В двухэтажной постройке вспыхнула мансарда Огонь распространился по черепичной кровле на площади 300 квадратных метров На месте работали более 60 пожарных и 15 единиц техники Несмотря на это, потушить пламя удалось лишь через 2,5 часа Все это время дом был отключен от всех коммуникаций Из квартиры эвакуировали 13 человек Медицинская помощь никому из них не потребовалась В результате пожара крыша здания сильно выгорела Вот такого сладкоежку доставили в отдел полицейские 19-летнего жителя Светлого подозревают в краже 20 коробок с конфетами и другими кондитерскими изделиями со склада по улице Таруханской Любовь молодого человека к сладкому под настоящему великан Ведь общая цена украденного товара – полмиллиона рублей По имеющимся данным, воришка с помощью лома разбил дверь и проник в закрытый склад Погрузил коробки в автомобиль и увез Ранее сладкоежка уже был судим Известно, что часть кондитерки он продал на центральном рынке, а остальное съел По факту кражи возбуждено уголовное дело Как воровать машину, так ты герой? Я не воровал По версии этого 17-летнего мальчика, автомобиль ВАЗ угнали его друзья А потом в невероятном душевном порыве подарили ему При этом самого подростка столь щедрый подарок не смутил Не смутило и то, что ключ зажигания был выломан, а сиденья сняты Как оказалось, всего день назад именно эта пятерка пропала со двора по улице Интернациональной Чему, кстати, и хозяин автомобиля был крайне удивлен Ведь ВАЗ уже несколько недель стоял без колес Оперативникам задержанный пояснил, что заметил машину около двух недель назад Тогда он и решил ее угнать Подросток попросил у своих знакомых колеса Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела И снова молодой гонщик, и снова автомобиль ВАЗ Только теперь машину похитили с аллеи смелых На 16-летнего знакомого указала хозяйка пятерки Калининградец содеянным признался Однако так и не рассказал полицейским, где сейчас находится автотранспорт Ранее молодой человек уже привлекался к уголовной ответственности За умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и угоны транспортных средств По факту кражи возбуждено уголовное дело Полиция ведет розыск похищенного автомобиля Екатерина Степанова, служба новостей город И к другим темам Калининградских студентов научат работать, как в голливудских фильмах Один клик мышкой оживит старинные здания, дороги, мосты И даже покажет самый дешевый путь из Рима в Константинополь Которым пользовались путешественники 2000 лет назад В июне стартует первый набор на уникальное направление Паблик-хистори Студенты научатся по крупицам воссоздавать картины прошлого с помощью 3D 3D-моделирование и геоинформационные системы Технологии, которые помогают историкам не только рассказывать Но и наглядно показывать дела минувших дней Специалистов, умеющих совмещать исторические факты с компьютерными технологиями Во всем мире единицы Трехмерное моделирование широко применяется в археологии, культурологии, городском планировании и экономике Здесь, помимо получения какой-то архитектурной формы Важно еще и понять, функциональное назначение соответствует ли тому, что мы знаем об этом здании Или, может быть, мы увидим, что какое-то здание, считавшееся старинной школой, фактически не приспособлено даже для школы, а было складом или чем-то еще Тщательно историческая 3D-реконструкция может занять до трех месяцев Но уже через две недели после начала обучения магистранты смогут создать вот такой 3D-макет знаменитой Альвертины В этом году на бюджетной основе в БФУ имени Канта примут 7 человек Экзамены, история России и информатика Вступительные испытания пройдут в июле Чудо перевоплощения, ловкие трюки и иллюзии Артисты московского цирка удивили маленьких калининградцев Лауреаты многочисленных цирковых премий Труппа под руководством Юрия Шевченко впервые посетила наш город И привезла необычное шоу Окунулся в волшебство с головой мой коллега Владимир Каминский Если любой театр начинается с вешалки, то цирк с самой первой секунды – это чудеса Вот и московские артисты не стали ждать начала представления Кладем сюда платочек Раз, два, три, четыре, пять, шесть Считаем вместе Шесть, семь, восемь, девять, десять Дуйте Фух, все, исчез А знаете, где он? Куда исчез платок, вы узнаете позже А пока два слова о программе выступления Человек с десятью лицами, женщина-змея, кристальная фея Каждый номер – не просто демонстрация ловкости и циркового мастерства, но и целая история Воздушная гимнастка Ольга Савина, артистка цирка Никулина на Цветном бульваре и вовсе доказала, что люди могут летать Были в репертуаре и более простые, но не менее зрелищные номера Вскоре Станислав сменил фраг-конферансье на спортивную форму и своим баскетбольным фристайлом заставил сотни маленьких больших пальцев подняться вверх А заодно преподал малышам пару уроков мастерства Клоун Пиксель весь концерт вел себя, как и подобает артисту этого жанра Вносил неразбериху, подшучивал над коллегами и самим собой Эдакая ложка смеха в бочке зрелищности циркового шоу Во всех своих номерах он задействовал помощников из зала, так что дети смогли почувствовать себя артистами цирка Постоянное взаимодействие со зрителями, визитная карточка коллектива Даже съемочную группу циркачи не обошли стороной Заодно нашелся пропавший в начале сюжета платок Внимание, так А вот и наш фокус-фокус Главным номером программы стало квик-мэджик-шоу в исполнении худрука группы Юрия Шевченко За одно выступление мэтр переодел свою супругу и ассистента Ольгу больше десяти раз На каждую смену гардероба уходили считанные секунды Конечно, это лишь малая часть того, чем порадовали маленьких калининградцев артисты большого цирка Причем для многих малышей возможность пойти в цирк стала в буквальном смысле подарком И это настоящее волшебство, а не иллюзии и фокусы В каждом городе, где мы работаем, приглашаем детей то ли с интерната, то ли с детских домов Чтобы детки тоже могли посмотреть и порадоваться нашему представлению В этот раз счастливые билеты получили воспитанники калининградской школы-интерната номер один Выступление в Калининграде завершило гастроли труппы Теперь артисты отправятся домой, чтобы отдохнуть А затем все начнется сначала, но уже в другом городе России А самый верный способ оценить успешность циркового выступления Узнать мнение тех, ради кого, собственно, весь цирбор Вам понравилось, ребята? Да! Владимир Каминский, Екатерина Калиниченко, Служба новостей, город По каким дорогам стоит ходить осторожнее и где лучше не парковать автомобиль? Ответы узнаем от пользователей социальных сетей Вот такое отверстие посреди дороги было замечено на парковом переулке Хорошо, что автомобильное колесо больше размера А вот пешеходам следует быть осторожнее, особенно в темное время суток Пользователь Александр Емельянов заснял на видео момент, как в Калининграде обращаются с неправильно припаркованными машинами Хорошо, что автомобиль на улице Багратиона был на утилизацию У Калининградки Натальи замечательный кот Добрый, ласковый, послушный, прям зайка Так девушка решила повеселить своих друзей Юмор был оценен десятками лайков На Куржской косе появился новый житель из Южной Америки Шиншилла по кличке Сабина С большим аппетитом грядет весенние веточки Если вы хотите, чтобы ваши отчеты попали в наш эфир Давайте дружить в социальных сетях Выкладывайте фото и видео с хэштегом Первый городской канал А теперь пришло время и вам поделиться своими хорошими новостями Вот хорошая погода, идем с детьми гулять Солнышко, весна, ура! Лично в семейном плане все в порядке Внуки растут от меня, радуют Дети не обижают Хорошая погода прежде всего Ну и, соответственно, хорошее настроение Из-за хорошей погоды А личное что? Скоро поеду в Испанию У меня все отлично купила Сладости себе домой Сейчас приду домой с подругой пить чаек Парня нашла себе, да Класс, все супер У меня отпуск Я могу себе позволить погулять по городу Солнышко, все классно Зарплата получила, это хорошая новость Ну вот внучки две у меня растут Они радуют меня, конечно И, ну что остальное Да и вообще все в мире замечательно Если вы стали свидетелем интересных событий Или засняли их на фото или видеокамеру То звоните к нам в редакцию по телефону 555085 Также напоминаю, что все новости дублируются В нашей официальной группе ВКонтакте И это все, о чем успели рассказать вам к этому часу В студии была Вероника Сухачева Я с вами прощаюсь Ну а как будут развиваться заботия дальше Покажет служба новостей город Всего вам доброго и до встречи Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!